В Люберцах подвели итоги летней оздоровительной кампании. Эту тему обсудили на совещании в администрации. Главным докладчиком выступила Виктория Бунтина. Сколько детей отдохнуло в люберецких лагерях и сколько на это было потрачено средств? Узнайте из нашего следующего сюжета. По состоянию на 13 сентября 2017 года количество детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением, составило 13 370 человек. Это 59,2% от всех детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории. А количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые были охвачены также отдыхом и оздоровлением, составило 5 111 детей. В 2017 году на организацию детского отдыха было выделено более 38 миллионов рублей. Это средства из городского бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников. На базе 39 школ функционировали школьные лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули 3340 детей. В первую очередь это дети из многодетных, малообеспеченных, неполных и асоциальных семей. Там для них работали профильные смены по двум направлениям – спортивному и техническому. В школах также оборудовали игровые комнаты, было организовано трехразовое питание. В период с 12 по 15 июня 2017 года состоялась проверка Министерством образования Московской области по вопросу организации работы оздоровительных лагерей на базе школ городского округа Люберцы. Нарушений не было выявлено, замечаний также вынесено не было. Особое место Виктория Бунтина уделила рассказу о палаточном лагере «Патриот». Напомним, инновационный проект начал работу этим летом. Там отдохнули 42 юных люберчанина. В течение 12 дней ребята проживали в инновационных модульно-каркасных конструкциях, проходили обучение по направлениям деятельности, военно-патриотическое, которое включало в себя тактическую подготовку, основу медицинских знаний, стрелковую подготовку, историю развития собаководства, радиообмен. Кроме этого, на базе Дворца детского и юношеского творчества работала досуговая площадка «Солнечный день». Там 150 детей занимались изобразительным творчеством, декоративно-прикладным искусством, хореографией, вокалом, театральным искусством, фотоделом. На это из бюджета городского округа было выделено 150 тысяч рублей. Основной формой занятости школьников от 14 до 18 лет этим летом стали трудовые бригады. Ребята приводили территорию школы в порядок, помогали с ремонтом. Всего в трудовых бригадах работали 365 детей, а на зарплаты юным трудящимся выделили около полутора миллионов рублей. Присутствующие на совещании пришли к выводу, что в целом летняя оздоровительная кампания 2017 прошла по плану и без особых нареканий.